Этот рабочий день осужденного Дмитрия Фомина от привычного неотличим. График плотный 5-2. Сейчас он, например, выполняет заказ по пошиву специальных чехлов для очков, а также сумок для шлемов и бронежилетов. Всё для военнослужащих. Заказ достаточно объёмный. 100 тысяч чехлов. Продукция сейчас Минобороны предоставляет много работы. Спасибо огромное за это. Благодаря такому заказу осуждённые могут выплачивать штрафы и возмещать расходы на своё содержание. Плюс налоги в региональный и федеральный бюджет. И это Центр трудовой адаптации исправительной колонии номер 3. Швейное производство здесь основное. Заказчики в основном внутрисистемные. Но есть и частные коммерческие организации, а теперь ещё и Минобороны. На производство у нас задействованы две смены. В первой смене в районе 250 человек, в вторая смена 100. Полностью снабжены мастерским составом. У нас обеспечивает надзор за осуждёнными на рабочих местах вольные мастера и аттестованные. Всего в Рязани области есть 6 таких центров трудовой адаптации. Работает здесь больше 2000 человек. Основные направления – швейное дело, металло и деревообрабатывающее производство. И товары народного потребления. Здесь у нас на территории колонии, значит, есть ПТУ, который обучает всем специальностям, практически там большой перечень специальностей. И осужденный, попадая сюда после СИЗО, имеет возможность и научиться, и в то же время трудом исправиться. Исправить свои ошибки, какие совершены были на воле, если таковы имеются. А это уже исправительная колония номер 5. Рабочих мест здесь почти 500. В этих цехах собирают скамейки и урны для парков, а также дорожные ограждения, лестничные марши и даже защитные коробки для кондиционеров. Взаимодействие с бизнес-сообществом у нас осуществляется на взаимовыгодных условиях. Как правило, бизнес-сообщество предоставляет нам технологии производства, материалы, оборудование. Мы предоставляем рабочие места и спецконтингент. Рабочих мест хватает, говорят в Центре трудовой адаптации осужденных. Тем более, что неделю назад ВК-5 открылся свой швейный цех с упором на зимнюю спецодежду. Зарплату, конечно, с обычной не сравнить. Однако осужденные получают привилегии другого рода. Помимо обучения и наличия профессии, есть шанс получить УДО при определенных условиях. Да к тому же, как нам рассказали в Центре трудовой адаптации заключенных, еще не было случая, чтобы после освобождения человеку не нашлось бы подходящей профессии. Спасибо. Спасибо.